И чай без сахара пить научишься, и всякие котлеты без майонеза жрать. Кофе пить крепкий, без молока, без сливок. Ко всему привыкаешь, совсем свыкаешься, а потом еще и вкусным казаться будет. Так и без своих безумно нужных людей, о которых ты сегодня скулишь и говоришь, мол, без них не смогу, еще как сможешь. Кофе и без сливок шикарен, а жизнь и без мудачья хороша. Не такая вкусная, конечно, но зато более полезная для тебя самого. Действительно важных и нужных людей в твоей жизни по пальцам пересчитать можно и этот... А у вас! Такого еще не было, чтобы с этой стороны подкрадывался. На окошко хочет. Вот выковыривать всю грязь. Это первый этап, да? Сначала выковыриваем. Где и куда резать. Мне вот я видео насмотрелось, мне было вообще непонятно, до какого этого момента резать. Там же есть тоже, наверное, какие-то сосуды. Да, конечно, все это есть. Единственное, слишком отрошенные ноты, особенно задние, там придется в два этапа пострекать. Вот сколько сейчас мы отрежем, потом он походит, копыта нормально, ну более-менее пытается, управляться начнет. Ага. И тогда еще раз надо будет... Юль, ну это же не за месяц отросло. Да нет, конечно, это за год, наверное. Это за год, то есть не стригли нифига его, да? Нет, не стригли. Да я уже, я смотрю ему ходить плохо, думаю, наверное, так не должно быть. Полезла смотреть в интернет, думаю, блин, ну это уже капец. Они зимой почему сильнее отрастают, потому что все равно снег смягчает, и они не снашиваются копыт, они стираются. А они начинают, ну как бы расти, они не успевают постираться, потому что по мягкому все время ходят. Летом, как правило, скотина ходит гораздо больше, она не стоит на месте, ни сена не ест, она пасется. Ходит намного больше, и они сами должны стачиваться. Это называется саморасчистка в природе, как она есть. Ну, поэтому нам приходится, вот у былочка у нас не работает, нифига, и вес у нее, видать, небольшой, копыт не стирается. Мы два раза в год есть в зонку пихо. То есть два раза в год это достаточно, не каждые там две недели, месяц? Там нельзя сказать, что вот сейчас вот каждые две недели. Муж полоса по-другому, он по этому ходит, ну как, по природе, он по каминистой почве ходит, потому что у него быстрее они растут, иначе он будет сильно стираться в природе. Поэтому я не знаю, как раз. У тебя опыта с ослом нету? Нету, конечно, я его первый раз в живую вижу. А, да? Не, ну видела я там у Светы Мельник, у вас лица. Ну, у нее же есть. Ну, вот у нее только вот видела, но тесно я с ними никогда не общалась, как бы у меня это. Ребятки, всем привет. У нас сегодня гости. Расчистка. Гости на, да, красоту. День красоты у нас сегодня. Юля с мужем, хозяева конного клуба. Бабик. Бабик. Напротив. Как-нибудь мы доедем, я поснимаю отдельное видео. Вот, и пришлось обратиться. Мы давно знакомы уже очень-очень. Я не знаю, лет 10, наверное, или больше, 2, 15 даже, наверное, еще, когда у меня Никита маленький был, мы приезжали. Ты, может, ты не помнишь? Подожди. Вот, мы периодически туда ездим. Кататься редко, конечно, получается выбраться, но Юля очень опытный конник уже. Юль, ты сколько с конями? Ой, да я с 11 лет. А сейчас тебе сколько? А сейчас у меня 40. 40, да? Ну, короче, вот. Не, ну это были перерывы. Я профессионально, можно сказать, лет 18 начала заниматься спортом. Потом опять бросила, а потом вернулась опять с конями. Первый этап, это раскручковка. Вот то, что сделали. Да, даже вот видишь, что он у тебя раз где-нибудь, когда-нибудь раз, подзахрамывал. Тут же заворачиваешь копыто и смотришь. Там вот есть стрелочка. Дай зайка ножку. Наскидай. Так, поближе. Мне, чтобы наглядное пособие потом еще... Даже стрелки-то нифига не видать. С другой стороны, пробуй. Отсюда нам, Брон, да? Ее нету, стрелки-то смотри. Вот она только где пошла, вот она. Она там глубоко. Вот бывает, что сюда заваливается всякое стекло, камушки, что угодно вообще. И вот раскручковать рекомендуется до работы, после работы. Каждый раз. Каждый раз. Каждый день почище. Стрелка, вот она еле-еле. До стрелки стричь, то есть, да? Нет, здесь надо будет смотреть, насколько близко сосуды у него. Стрелка у него, как это, Саша, правильно сказать? То есть, она атрофированная у него стрелка. Почему так думаешь? Я вижу, я не думаю. Она должна быть более широкая. У него, смотри, копыта вот это отросло сильно, и он должен ходить на пяточки. Он даже пяткой не касается. Пятка стала узкая. У него не работает копыта, не амортизирует. Короче, беда. Бега механика копыта. Спасать надо кекса. То есть, смотри, у лошадей, у ослов, не парнокопытные они. Да. У них копыта работает так. То есть, у лошади, говорят, пять сердец. Одно сердце, как у всех животных. И еще в каждой ноге есть копытная капсула и есть копытная кость. И вот в этой копытной капсуле поднимается нога, поднимается вот этот поршень, копытная кость, и туда наливается кровь. Потом нажимает, животное встает на ногу, нажимает, и эта кровь продвигается дальше. Очень тонкие ноги, очень много сухожилий, и отсутствует мясо, мышцы. Это у него конкретно, или это у всех, и ты имеешь в виду? У всех, не парнокопытных. А, у всех. Да. Поэтому вот это вот место, то есть копыта, оно за счет стрелки, за счет того, что там стрелка, оно должно вот так еще работать. Как амортизатор. Я понимаю. Оно раз, расширяется. Почти. У тебя здесь, получается, оно не расширяется вообще очень. Зайка, дай ножку. Я понимаю, что тебе неудобно стоять. Кексик. Пятка, он должен на пятке стоять, а он, получается, вот где стоит. То есть, по идее, у тебя вот так. Отрастает вот отсюда начинает, да? Вот, вот эти заворотные углы, вот это называется заворотные углы, вот это все нужно убирать. За раз мы это убрать не сможем. Там наверняка кровеносные сосуды очень близко. Вот, поэтому я тебе и говорю, что придется расчищать в несколько этапов, чтобы пятка опустилась, она расширится немного, появится стрелка, нормальная, здоровая стрелка, и животное сможет нормально ходить и работать. Я никогда этого не делала. Мы попробуем вот этими щипцами, это коровьи щипцы. Это коровьи щипцы вообще? Да, может быть что-нибудь у нас получится? Если нет, то нашими, да, да? Ну, надо быть нашими, да. Они поменьше, поаккуратнее просто. Ну, давай с этой ноги начнем. Давай, может, я ему все-таки насыплю, а не надо? Давай, на этой ноге он много стоял, давай? Ну, он молодчим. Давай с другой ночью, чтобы он отдохнул. А задние вообще же беда, да, смотри. Задние не совсем. Задние, почему всегда беда, и они быстрее отрастают, потому что они толкательная у них функция. А здесь опорная функция. Стоит он у тебя и так всегда стоит, поэтому они немножко и форма другой, и отрастают они меньше. Что-то мне аж его жалко, аж плакать. Летом увидеть. Ты старайся его, Жень, не тянуть никуда, просто пусть он... Он хорошо стоит, все, умничка. Начинаем. Помаленечку, вот видишь, никаких капилляров, ни сосудов, ничего нет. Значит, можно резать. Продвигаемся дальше, да? Да. Начинаем всегда вот с пятки с заворотных углов и двигаемся к зацепу. Зацеп это вот уголочек, вернее, как сказать, вот это место. Называется зацеп копыта. Вот такой у меня дюльный копытца. Пойдем меньше, а ниже надо опустить. В отличие от коней, да? Может на стульчик ножку положить? Нет, она будет падать. На стульчика ножка. Ему же не больно? Тут же нету, да, ничего? Нет, ногти стригем. А, ногти стригем. Единственное, что ему неудобно очень стоять. Сейчас обрежем и дадим ему в перекур, чтобы он отдохнул. Стой, 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 стой. Потому что он на задних ногах вообще не упирается. Кексик, кексик, кексик. Давай, сдай, сдай. Теши, 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 давай пониже опустим. Сейчас он, не тяни сейчас, он сам расслабит. Стрелки нету. Тут-то есть немножко намерки, но вот она ничего не работает. Сильно только не рубая, посмотрим. Еще, давай, ага. Стой, 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 это я пошевелилась. Ага, ты старайся его не тянуть никуда. Угу. Если зарезаться глубоко, там по белой линии, вот эта вот кромка где, там пойдет, ну-то она такая розовая будет, капиллярки видно будет. Тихо, тихо, тихо. Ой, тихо, тихо, тихо. Легко режется, но... Мягкие, да? Щипцы не очень. Там будет тогда уже чувствительно, и он может закрывать. Может быть, вот эту вот часть как-то... Нет, нет, видишь, вот так он должен стоять. А за счет того, что сильно отрошенное копыто, оно задирается. То есть он сейчас немножко походит, еще сколько? Потом где-то через недельки-две еще надо будет отфигачить, чтобы постепенно оно вставало. Когда мы хромоты избежим, и копыто назад вернется, как оно должно быть. До скольких обстригать? Когда на пятку не встанет, вот это вот надо убрать. Вот это. Угол вот этот надо убрать? Да. Вот он постепенно вот здесь вот будет, оно же вот так вот будет убираться, и копыта будет постепенно вставать так, как оно должно быть. Селишь, ногу поднимает. Давай, говорит, стриги меня, стриги. Сейчас посмотрим, круг пройдем, может еще уберем вот эту вот. Пятки еще там упустим с той стороны. Пока стоит, друзья. Как захватывать? Ага. Они острые хоть? Нормально острые держат. Вяжут легко. Пальцы. Ну, права. Я-то бы немного взял. Стой, самый хороший, стой. Стой, зайчик, стой. Посмотри, там не сильно ты захотел. Посмотри. Нет, это сильно. То есть надо достичь до того, чтобы дырки не было, да? Давай еще крайнюю ножку уберу. Чуть-чуть его ко мне, загни. Давай, Юль, может вот эту, а все-таки угол. Сейчас мы в кругу пройдем. Здесь, главное, не коротится. Та покрасивее получилась. А переднюю с той стороны. Сейчас что сделаем? Сейчас еще в круг пройдем. Как у них размер мерят, не до узко, чтобы это... А, его расслабить просто надо? На одну расслабить, на одну дырочку. Да он, во-первых, и пристегнут, и там, где надо. А где пристегивать? Это я. А я наоборот, чтобы ему рот не мешал. Нет, он у тебя должен вот здесь пристегнуть. А, так а там не за что. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А что, там колечко должно? Ну, там нету колечко. Ну, оно, наверное, когда-то было, да. Вообще, это вот так. Тогда он у тебя не перекашивается, с глазом у него ничего не лезет. И оно так, как молодой. Восемь лет, сказали. Не обманули. Это молодой, да? Да, молодой, да. Ну, хороший ослик. Давай, давай еще какой-то. Нету, да, близко капилляров? Нету. Нормально все. Из этих ногтей ничего не сделать. Собаки изжать любят, да? Ну, вот я имею в виду, да. Они даже не навоняют. Да, куда-нибудь еще, да? Как у человека, когда у пенсионеров ногти долго не отстригают. По идее, вот по заворотному углу смотришь. Вот по высоте пятка. Слева и справа должна быть одинаковая. Ага. Вот с моего ракурса... Прижму, прижму, здесь идет. Вот так. Это вставь. Может, это ножом выскоблистишь? Давай попробуем. Хотя, какой смысл? Ну, только что тоньше будет зацеп, но это ничего не поменяет. Нет, она вывалится сама должна, она же мягкая. Она выкрашена. Я личный прицел сбит. Той, стой, 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 стой. Она уже все зарезалась. Режет это легко. Легко, да? Ну, копыта, во-первых. Никак. Он по-моему будет держать. Юль, ты тоже не часто коням, да, делаешь это? Или ты раньше сама делала? Мы же тоже, я же не одна делала. Мы толпой собирались. Ага. Кого-то вообще в толпе. С конем-то еще сложнее. Стоим, стоим. Давай вы сюда, маленькая. Вот, видишь, красная. Красная. Все, дальше не надо. По идее, вот сейчас так и будет. Нет, она уйдет. Она уйдет, обрастет. Давай, что-нибудь стегону. Это самое. Раскили надо подровнять. Работаем. Подожди, что, где? А вон он все. На этот же лежит. Не лягает. Ножку дайкать. Ну, да, никакой. Ну, я думаю, это просто... Не знаю, что еще. Нет, он просто ему сказали, что нельзя. Да, его как. Так, пробуй. До конца. Раз, все, убирай щипцы. Так. Так, вот тут только чуть-чуть. Стоять, лошадь. Давай. Хорош. Теперь вот этот надо убрать вот так. Вот так. В подмогу надо кого-то... Обязательно. Обязательно. Одна-то не сделаешь. Это должен... Все, у тебя вторая, видишь, не снизу ступляется. Надо тебе вот сюда беритесь. Пусть пока постоит конь. Есть это лошадь, чтобы не испортить? Такие же, как у коня. Вот держим ногу, да? Вот у него легко удержать. Это не лошадинная она была. Вот он даже, если вот он задергал ногой, туда-сюда дергай, дергай, дергай. Старайся не отпускать. Вот только расслабил ножку, все, молодец, умничка, отпустила, все, похвалила. Держите. В том, что делаем релиз. Если он релиз делает сам, то есть его понимание будет. Это что такое? Тем лучше он дергает, тем быстрее он получает комфорт и свободу. Нам этого не надо. То есть мы снимаем всякое давление, делаем релиз. Релиз, это снятие давления. Делаем релиз и хвалим только за хорошее поведение, да? То есть пока он стоит расслаблен, даже если он задергался, держим до последнего. Как только он расслабил ножку, мы отпускаем, снимаем давление и можно похвалить. Ну, похвалить не стоит, тут не за что хвалить. А вот просто снять давление, да. Сейчас, сейчас ему надоест стоять, он задергает. Покажу, как это выглядит по практике. Смотри, вот эту пятку убрала. Вот здесь я. Вот. Вот, переравняем. Я думала, что у нас с кривой получилось. Вот и в ухо-то не хрусти тут. Я же бы стоял. Ну и все, я думаю. Ну и расшпилечком можно было бы. Жик-жик-жик. Дай расшпилечку. Наждачку эту? Да, наждачку положу. Значит, почему голыми руками делает? Без перчаток, Саш. Давай перчатки. Давай. А то все равно не у нас по руке. Я тоже без перчаток делаю, пока не отфигачила себе чуть ли не полпальца. Ножом. Копытным. А тем ножом, что ты говорила, вот срезать, да? А то, это стрелку надо вырезать, а у него и так стрелок нет. Там нечего резать. Вырезать, в смысле? Вот эту... Стрелочку. Там вот эта вот, вот эта вот стрелка, вот так вот у тебя как-то идет. Стрелка, она из чего состоит? Она кожаная такая. Это кожаная. Знаешь, похоже, она такая... Ну, больно будет вырезать. На мозольку похожая. Но, но, я поняла теперь. И она, бывает, что много ее отрастает. Вот она вот так вот идет. Прямо форма стрелочки. Вот здесь подошва, у тебя будет... Вот здесь копытный рог, который вот мы режем. Который режем, вот этот. Да. Вот между ними белая линия идет. Ага. И у него нет стрелки. Она у него прямо в зачаточном состоянии, где-то там очень глубоко. Потом она должна выйти. Я почему и говорю, что она такая, какая-то такая, как затухшая. Короче, ее состригать надо. И вот ее, ее ножом вот этим вот так раз, раз срезают. Это как мы вот эти кутикулы типа того, да? Да, 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 да. Срезаем. Да. Ага. Вот она, когда стрелка работает, да, вернее, опять же, когда копытный отрастает, ты копытный рог срезаешь, а получается стрелка, она ниже, чем сам копытный рог. Она как бы вытирает. И когда животное начинает на нее наступать, ходить по ней, получается на мины. Ну, она может поспаляться и так далее. Поэтому ее немножко срезают. Ее тоже резанешь много, пойдет кровь. Помаленье. Да, да, ее по чуть-чуть. Она, по идее, когда идет саморасчистка у копыта, она должна сама такая, знаешь, как рыхлая становится. И срезаешь только вот этот рыхлый слой. Ага. Вот. И тогда это вполне безопасно. У кого-то он сам вываливается. Мы вот у лошадей своих далеко не у всех режем стрелку. Потому что у кого-то она прямо сама выпадает. Здесь все индивидуально. Я думаю, на сегодня достаточно. Пока хватит. Ну, там до капилляра, да, получилось? Да, да. Уже задняя. Короче, уже не обрезать. Да, да, да. Дальше уже не надо. Он сейчас будет ходить, вот топтаться, ходить. Осторожно будет. Да. Потом она у него... Все, это капилляры уйдут туда. Спрячутся. А, уйдут, да? Да. Да, они уйдут. Все. И через недельку, через две... Пусть пристегнут. Я его ловила уже в деревню. Через недельку, через две можно будет опять копыта обрезать. Тебя звать? Ну, сама попробуй. Интернет тебе в помощь. Ты, главное, увидела... А держать кто? Ты увидела же, до какого состояния. Ну, да, да, да. Все. То есть больше дней надо. Сейчас, во-первых, у него поступь изменится. А то он привык ходить вот так. Да, на пятках. Да, он должен опять привыкнуть к этому делать. Да. То есть он сейчас потихоньку нога начнет выправляться. Передний это уже в норме? Нет, там тоже надо... Тоже длинноватый. Пяточка, опять же, должна пяточка появиться. То есть у тебя вот эти вот пяточки, они должны прямо... Копыта полностью всей подошвой стоять на грунте, а не... Он у тебя... Если на пятки падает, то у него носки задираются. А оно должно все, вот прям ровненько копытце должно... Вообще, у лошадей смотрим, даже 45 градусов. Вот он стоит, копыта вот ставит, рашпиль по нему ставишь, и 45 градусов тебя должно... Ну-ка, покажи ему. Вот земля, вот только яблоки. Да, не больше, не меньше. А, от подошвы до переднего края, вот этот угол между... Ну, естественно, и вот так копыта не должно играть, да? То есть у него сейчас... Ну, вправо-влево, да? Да, вправо-влево. Бывает, что вот здесь начинает угол выезжать, вот здесь начинает угол выезжать. Нет, у него ножки хорошие, ровненькие, он не косолапит, значит, ничего. У него равномерно растут просто вперед. Ну, так на твой опытный взгляд, как он? Нормально. Хороший? Хороший, хороший тебе ночек. Лебеденочек хороший. С ногами только, с копытами, конечно. Спокойно. Спокойно, какой, да? Ты что такой спокойный? А все, я таких не видала? Ну, если одной лошадке четыре копыта обрезали, то это мы больше ничего делать сегодня не можем. Полдня. А, да? Вот это прямо все, как будто мишки. Видишь, он даже по привычке ноги вот так вот делает. То есть вот это тоже должно исчезнуть. Он должен ровно, твердо идти, а не поджимать ноги. Его когда привезли, я удивилась, он на осла не похож. Он, ну, осла не включает. Ну, вообще, это... Акцион делаешь, ну, то есть, пускай, что он прямо пробежался, чтобы... Вон там он. А, вон там у него, в загородке, да. Там вообще открыто, он хочет, заходит, хочет, выходит. Мрамор. Крошка мраморная, посмотри. Были деньги, была возможность, оказия случилась, а купила. Нет, купила, нет, купила, да. Стоит уже, что, третий год стоит, ждет хорошего случая, пока я тут доберусь дорожки до клумбы отсыпать. Но эти мешки, я имею в виду, они разрушаются все время. Так уже я этого понимаю, да. В этом году буду уже заниматься. Ось, подойдите кулашковой, такой я не могу. Да, он... А на волонтеров нужно привезти, чтобы они его помацкали. Есть волонтеры? Девочки у нас. Ну, они к нам съездят. А, ну-ну. Поняла, которые за лошадками иногда ухаживают, да? Ухаживают, катаются и помогают нам. Нам тоже надо таких волонтеров. Мы сейчас поздравляют, материмся иногда, всякое бывает. Ну, понятно. Они маленькие, нет, сколько? 12-14 лет. Ага. Ой, пацан кайфует. Ой, кайфует пацан. Ой, 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 как нравится. Поскольку они времени там у вас бывают? Часа по четыре? В летние каникулы практически... А, сами сколько хотя бы. Жили у нас... Так, сейчас, субботу, с Ксения. Ну, ты же обстрянешь. Не, не забывай. Не знаю, как получается со школы. Спасибо за экскурсию. Прикольно. Пойдем, посмотрим седло. А, пойдем покажу. У нас, ребята, вообще... У нас, вон там только лежит. Юль, вообще, эта процедура сколько стоит? Я уж все секреты открою людям на ютубе. Тысяча рублей. Тысяча. У нас, короче, тут бартер случился. А Юля с мужем... Саша же, да, муж? Да, Саша. Поиграли с енотами. Вот. Я не знаю, по-моему, второй раз, да, вы приезжаете? Да, ну, мы тогда с Женей были, со знакомой. Да, 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 с девочкой. Но второй раз. И мы, короче, по бартеру. Они там с енотами наигрались. Ну, и нам помогли спасти ножки детенышу. Не худоват он? Нет, нормально. Нормальный? Я же его по-моционке. Все хорошо. Хорошо кормлю? Вот, кормишь хорошо, все хорошо. Не толстоват, не худоват. Это от нехватки моциона. Мышечки не развиты. Мышцы, да? Да. То есть гонять по-моционке. Ну, видишь, ноги он... Это то, что Саша сказал моционам. Ну, пока ноги ты тут ничего не сделаешь. Ноги выправятся. Я даже последние дни его не седлала, не катала. Потому что я смотрю, ему он как-то ходит. Ему плохо ходить ноги. Ну, правильно? Видно, что он не так ходит. Ну. Пока, пока. Ну, здрасте. Вот любопытно. Он еще овеса не кушал сегодня. Вообще, вот моцион ему нужен. Потому что они животные... Это физическая нагрузка, моцион. Это физические нагрузки, да. И ноги твои, они быстрее выправятся, если он будет ходить. Под нагрузкой не надо. Под нагрузкой это лишнее. Ну, если вот верхом на него садиться. Это будет, ну, слишком. А, просто отдай! Да, а просто вот... Отдай! Гуляешь, не гуляешь. Отдай! Пошла, получи. Иди, 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 иди. Отдай меня. Ты что такое, а? Вот как кони наши тебя ведешь так же, а? Ты что? Повзял-ка со мной люди так отмываться. И коситься глазом. Тащи мать овез. Ты тоже такой. Ты такой вот любвиный, тоже пацан, да? Ты такой любвиный пацан. Ты такой хороший. А вы приезжаете с волонтерами через две недели? Доделать копыта и поиграть со всеми. Ну, там... Сему надо бы вот гулять. Ходить. Они и копыта будут у тебя быстрее стачиваться. То есть они быстрее гораздо придут в норму. Там калитка была открыта, и он вышел. Выбежал, я его искала. А если так я... В принципе, таких дыр-то нету здесь, чтобы он вылез где-то. Если калитку закрыть, так его отпустить. Пусть он бегает, да? Да, можно, да. Побольше площади, что там-то как бы поменьше. Он и сильно сам не ходит особо никуда. Вот один раз он рванул, но это еще поначалу было. Вот. Что, пойдем в седло посмотрим? Потом я... Как она? Спортивная называется? На нем просто так можно ездить? Конечно. Спортивная, прогулочная. Короче, осталось коня орловского русака, да? Да, Саша, даже войсковое седло. Воисковое, говорили они, да. Вот это вообще тоже новое. Вот это уздечка новая, даже еще не... Это на пони? На малень... А, нет, они сказали, что на лошадь, но можно типа подтянуть туда-сюда. На нашу бы лошадь, это была бы очень маленькая. Маленькая, да? Ну вот. Это вот на желтого. Это вот его размер. Это пони. Так, а если на осла одеть вот эту штуку и сверху сесть, поехать, нет? Хотя, надо поверить. Ну, потом. Можешь одеть, сесть и поехать. Я-то не сяду на него, я большая. Надо посмотреть, сколько у него... Вот, я не знаю, я только ребятишек. Я почитала, что 30% от своего веса. 30%? Ну, он 150 весей, наверное. Ну, я таких лет до 7 примерно, вот до 8. Да, да, да. Это как у нашей балочки. То есть, хочешь ездить сама, покупаешь тележечку, запрягаешь и гонишься. Тогда можно, да. Конечно. Ну, вот как у меня Федя такой, он 34 килограмма. Вот таких примерно сажу и меньше. Ну, вот у нашей балки даже вот девчонки наши ездят. Они, наверное, килограмм, ну, до 40. Это пони, да? Да. До 40 килограмм, да. Да. Но у лошадей считается 20% от собственного веса. Эти больше, эти 30. Ну, где кто пишет, типа, 30-40, там, ну. А 50, если в санях, то 50% он тянет от веса. Больше там они тянут. Больше, да. Но он и собственный вес, он тянет легко. Вот. То есть, допустим, 2 средних человека ты садишь. Или 4 ребенка. Вот эти там, ну, саночки или тележечка, да. То есть, вот, они так сидят друг к другу лицами. Улетишки. А вот. Ну, то есть, вот это, да. А это, ну, мой вид, это его легко продашь. Да, я не буду его пока продавать. Может. Может, коня заведу, да? Конь под седло появится. Ну, вот эта уздечка, наверное, на него подойдет. А сама наездница, да? Ну, относительная. Периодически. Там посижу, там посижу. Не наездница, а насидница. Да, или что, я под седло вот от него. Да. Ага. Ну, и что за герлят? Где? Это дробилка. Это дробилка. Ветки. Измельчитель, да. Господи, какой хвост. Он трясется, вот он вот весь прям дрожит. Но видно по нему, что ему холодно. Одень на него попонку. И все. Обыкновенная флисовая. Тряпочку. Так нормально. А твои уже сколько лета в холодном содержании? Открытом или как это правильно называется? Всегда, да? Всегда. Сколько конюшня, столько они у тебя так и живут, да? Да, но у нас, видишь, у нас нет пород. Мерзлячих. Шкурой, да. Это какие породы? Ну, это чаще всего верховые лошади, спортивные лошади. Они называются горячих кровей. А хаотикинсы? У них тонкая шкурочка. И у них нет подкожного жира. Практически нет подкожного жира. Именно генетически нет. У нас лошади все аборигенных пород. Объясняй. Местные. Дворняшки, да? Аборигенные лошади это те, которые в данных условиях родились. Выведены. Выведены, да. Вот они селекционно жили на этой земле. И они остаются на... Это какая порода? Это любые местные породы. Это туинские лошади у нас, например. Хакасская аборигенная, то, что гуляет по этим. Даже рысаки, например, русский рысак, орловский рысак. Это все... Подходит, да? Это все будут местные. То есть они могут выживать вот в этом климате. Им вполне комфортно, им вполне нормально. А которые не подходят? Если мы привезем английскую чистокровную, ахалтыкинскую лошадь, арабскую лошадь, вот этим товарищам будет холодно. Это как лысые кошки, да? Да. И возможно они загнутся. Такие кони. Допустим, в Подмосковье легко держат тех же арабов на таком же открытом содержании. Но они здесь кому надо, да? Ну, конечно, нафиг они нужны. Но там, извините, не 30 градусов мороз. Там он если 30, то один и два. И не более того. И 30 там нету, по-моему. Ну, конечно. То есть вот даже Доржинский у нас занимается, он этими скаковыми лошадьми. У него 10-15 градусов зимой в конюшне. Плюсом? Минус. Плюсом. Плюсом? Плюсом. Они их вывели на моцион, промоционили. Не в минус 20. В минус 20 они их вообще не выводят на улицу. Вообще никак. Ну вот я тоже почитала, что не работают в холодную погоду ниже 20, да. Не работают в холодную работу ниже 20 не работают. По какой причине не работают, это уже вопрос к врачам. Это уже отдельный разговор. Саша врач, да? Да. Он был, конечно. Они их даже не выпускают на моцион. То есть у них же есть вот левады, да? То есть есть денник, есть левада. Мошадь должна находиться в большей части в леваде. Ну, моционница, да, гулять, она по себе, так как она хочет. Повалялась где-то, где-то встала, постояла, где-то побегала, попрыгала. То есть они их даже в минус 20 не выводят вот в эти левады. То есть они их не моционируют. У меня вот отгорожено, куда я его выпускаю. Это по размеру подходит под леваду? Это можно сказать, это маленькая левадка. Маленькая левадка. Да. Но для осла нормально, нет? Мало? Ну, нет, конечно. Маловато. Можно двигаться прям... Побольше, да? И есть, то есть у них есть этот еще, в конюшне, да, у них стоит тепловая пушка, где нагоняют вот эти плюс 10, плюс 15 градусов. То есть в конюшне у них всегда плюс 10, плюс 15. И там вот эти пары лысые. И там вот эти скаковые лоски стоят. Да. У них шерстка такая тоненькая. И не обрастает, да? Я думаю, что если их, вот как ты говоришь, зиму ставить на улице жить, они обрастут. Куда они нахрен денутся жить-то? Мне тоже кажется. Единственное, что, конечно, они будут мерзнуть, им будет плохо. На них, естественно, работать тогда нельзя. Им надо к скаковому сезону приготовиться и приехать на скачки. А они будут выживать. Ну да. Разные цели у этих лошадей. Если у наших лошадей они за вот такой подкожный жир запасают, чтобы им эту зиму пережить вообще без проблем. И вот это главное отличие. Лошадей аборигенных пород от заводских. Заводских выводили для каких-то спорта, для каких-то бегов, для каких-то там еще чего-то. То есть именно определенное направление. Лошади аборигенных пород это хозяйственные лошади и те, которые выживают легко в данных условиях. А вот эти тяжеловозы или как их называют? Тяжеловозы? Большие такие. Тяжеловозы это чаще всего и есть аборигенные породы лошадей. Единственное, что их селекционно, это такой трактор. Укрупнили, да? Да. Это такой трактор. То есть они тоже есть совершенно разные. Например, бельгийский тяжеловоз. Да, ему будет здесь хреново. Потому что он будет тоже мерзнуть. Потому что Бельгия, более мягкий климат. Они здоровые, слоны вот эти, но они будут мерзнуть. А если взять русского или как он называется? Владимирский тяжеловоз. Они легко здесь живут? Очень легко. Вон боняша у нас, она даже не худеет за зиму. Полукровка, она... Тоже, да? Тяжек, да? Вот такая задница, она приклонилась. Примерно она теканировала, такая лошадка, и все равно. Юль, давай еще, наверное, всем будет интересно, расскажи, сколько стоит прокат у вас? Прокат у нас стоит по-разному. Разные услуги, потому что... Ну, просто прокат. Полчаса, час, круг, большой, круг, маленький. Скажем так, от 500 рублей и выше, в зависимости от услуги. А услуга уже выбирается в зависимости от взрослого, ребенок, есть опыта, нет опыта. Все это, естественно, с инструктором. Все это, естественно, кто нуждается в страховке, мы их страхуем. Кто охота поскакать, да, это вот другие услуги. Взяли лошадь и поскакали, это уже подешевле, да? Что не надо там? Нет, это не подешевле нисколько, потому что там у нас зависит... Во-первых, у нас идет не по времени, по времени мы вообще убрали, аренду лошади. А, вот. Да, аренду лошадью мы убрали, и у нас остались только расстояния. Маленький круг, например, это буквально 500 метров, 500 рублей. Это подходит вот маленьким ребятишкам, вот трех лет выкатали. По времени сколько этот круг проходит человек? Вот этот маленький круг, это 5-7 минут, потому что ты с ребенком идешь, ты всегда оглядываешься, и лошадь, естественно, идет. Ну, и это считается недорого, это считается нормально. Если, в общем, по интернету посмотреть, это цена средняя. Средняя цена. Это не очень дешево, но и не такая заоблачная сумма. Те, кто у нас бывает, они говорят, что, о, не, мы сюда будем ездить, потому что нас тут вот обрезали, грубо говоря, да? Ну, да, да, да. Не то, что обрезали, да, объяснили. Объяснили все, да. Как, что нужно делать, как, чего нужно делать. Ну, не только я, красивые локации вокруг. Да, да, шикарные, шикарные. У нас минимум вот этих вот заборов получается, да, и красивые фотки. Многие туда и на фотосессии приезжают, кто-то даже вообще приезжает, вот, покормить, поглазить. Короче, я так думаю, следующее видео придется у тебя на конюшне делать. Ну, а если есть желание поскакать, у нас есть маршруты, самый короткий маршрут у нас 5-300 километров. Километров. Да, 5 километров 300 метров. Сколько стоит? Стоимость его 1700 рублей. По времени? Час, час 10. Это если лошадка идет шагом. Он у нас называется новичок, но это именно для тех, кто новичок. Вот, например, новичок. Я, да. Да, далеко не ас, но как бы и сидеть умеет, рулить тоже. Сидячий. Да, то есть такой вот вариант подойдет. Есть более длительные маршруты, но они у нас сезонные. То есть зимой, конечно, они, ну, просто кто поедет, на более длительные маршруты. Ребятки, ну, вы поняли, да? Приехали с енотами тут тусанулись полчаса 650 рублей и поехали на конях релаксировать. Тоже недорого весьма. А мы тут рядышком, вон там за горкой. На стороне Хакасии. Все, Юль, спасибо, Саш, спасибо большое. Подождите, через две недели с волонтерами приедете с енотами же поиграть. Ты, пожалуйста, нам позвони и напомни. Да, потому что волонтеры... И достричь копыта. Да, сейчас посмотришь на его поведение, там, потому что вот где мы резанули, он может сейчас на какую-то покрасную наступить и начать прихранывать. То есть тоже не пугайте, ничего страшного в этом нет. Буквально вот эти две-три недели пройдет, капиллярчики подтянутся туда. Короче, до конца февраля, да, где-то примерно? Да, и он уже увереннее будет наступать и просто нужно будет доровнять копыта. Мы сейчас глубоко не стали. Опять же, вот видела, я отрезала, увидела только розовое вот это. Все, дальше не нужно трогать, не надо дальше лезть. Потом, когда это все подтянется, все капиллярки подтянутся, может, стрелочка появится, будет лучше у него работать. То есть за вот эти вот три недели надо подождать, потом опять посмотрим все это, насколько изменилась ситуация и уже в зависимости от этого будем... Ну, все, на связи тогда. А так-то они у него здоровые, хорошие ноги. Нормально, да? Ну, все, я рада. Все, Юль, спасибо. Все, пока-пока. Пока, ага. Ребятки, ну все. Надо ему скорее, он уже заждался, овесика дать. Так, и у нас тут еще одно дело осталось. Ой, ты свою толстую жопку-то, наверное, не затащишь сейчас. Иди сюда, иди сюда. Как с Кобылой обращаться? Тогда уже там все быстрее происходит. Ну, ладно. Да, ладно. Да? Погоди. Вкусно? 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 Хе-хе-хе-хе. Какая-то цыплячая такая. Вкусно? Вкусно? Да, я тебя попробую. А ты сам немного попробуешь, да? Вот там еще не ссасался просто. Смотри. Окончилось, и да, он такой... Я же туда положила. Я же помню, как ты... А вы знали, что некоторые люди злятся на вас, потому что вы не страдаете так, как они хотели бы, чтобы вы страдали. Продолжайте их разочаровывать.